Доброе утро! Любое другое время суток по вашему выбору. Я извиняюсь за паузу в выпусках обзоров будни упоротых. Я был очень сильно занят. Я кашлял. Поэтому, если сегодня что-то такое будет прорываться, я заранее извиняюсь, но не люблю осень и всё. Но мы продолжаем, собственно, обзоры. Настоятель собора в Кронштадте отверг сообщение о ЧВК при РПЦ. Но это была такая достаточно громкая история про Центр Андреевский Крест при Морском Соборе, который назвали первой ЧВК при РПЦ. Настоятель, соответственно, Архимандрит Алексий Ганджин, естественно, опроверг. Это не ЧВК, как вы могли подумать. Это просто центр подготовки десантников при РПЦ, который существует на частные пожертвования. Вот мне интересно, это что такое за Центр подготовки десантников на частные пожертвования? Вот. Это у нас теперь частные лица этим занимаются, да? То есть нам не хватает одного ЧВК Вагнер, да? По поводу которого, кстати, заснял очень хороший ролик сейчас Реми Майснер. Нам ещё нужны Центры подготовки десантников, неподконтрольные Министерству обороны. Ну офигеть теперь, ребята, а вот чем такой Центр подготовки десантников, например, отличается от какого-нибудь тренировочного зала ОПГ? Эти десантники, они, конечно, я понимаю, они все очень хорошие ребята, но они как-то законодательно ограничены в своей деятельности после подготовки или нет? И кого они будут слушаться? Тем, кто им оплачивает подготовку или кого-то другого? Просто интересно. А вот. Замечательный у нас РПЦ. Мы готовим десантников. Вот это вот, видимо, функция церкви десантников готовить, да? Охренеть теперь. Александр Невский у нас второй раз подряд со своим Твиттером. Судя по всему, Твиттер всё-таки настоящий, насколько я понял, да? Поддерживающий войну Никита Михалков заявил, что Оскар умер. Но на самом деле давно умерли таланты в честь этого режиссера. Свой среди чужих, чужой среди своих. Один из моих любимых фильмов. Жаль, что его создатель заканчивает выжившим ума от ненависти, вызов, выжившим из ума от ненависти реакционера. Понимаете, я тут вот не знаю плакать или смеяться, потому что, по большому счёту, по тексту-то я с Александром практически согласен, да? Вот. Ну, понятно, он-то это говорит в конъюнктурных целях. Вот. Но, кстати, интересный момент. Никита Михалков, видимо, только сейчас заявил, что Оскар умер, да? Оскар для Никиты Михалкова умер, когда он понял, что ему Оскара уже не дадут. А когда, значит, могли дать Оскар Никите Михалкову, теоретически, да? Оскар был очень даже жив. Никита Михалков постоянно туда запихивал свои великие творения, всяких утомлённых солнцем, там, и так далее, и тому подобное. Вот. А сейчас, когда стало понятно, что Никите Сергеевича Оскару не выдадут, у него сразу распахнулись глазки, да? Так распахнули, что аж перстеньки на пальчиках зазвенели, наверное. О-о-о, Оскар умер. Ну, по-моему, для всех нормальных людей Оскар умер, ну, уже настолько давно, да? Так давно он превратился в чисто коммерческую, конъюнктурную такую церемонию, да? Вот. Это только так. Смотреть, что качественного выпустили в Штатах, да, в этот год. Ну, потому что обычный фильм подает качественно сделанный, с технической точки зрения. Вот. А что касается содержания, ну, это было понятно всем. И тут Никита Сергеевича осенило. Вот. Канал Оперативная Линия в Телеграме пугает нас тем, что Пентагон создает Скайнет. Вот. Что выходят какие-то программы, которые сами будут управлять беспилотниками, ракетами, боеприпасами и так далее и тому подобное. Вот. Очень страшно. Нас ждет с вами Терминатор тут скоро, судя по всему. Хотя, прямо там, по-моему, в комментах в Телеграме очень точно кто-то сказал, что, ребят, вы чем пугаете? У нас есть абсолютно нормальные живые люди сейчас вокруг, которые готовы устроить, в том числе, атомную войну, вот, со всем своим удовольствием. Поэтому машины, это как-то несерьезно, да? Нам надо думать о том, чтобы у нас сейчас наши действующие руководители всяких государств не начали по друг другу хреначить ядерными ракетами. Нашли чем пугать Терминатора. Значит, журнал «Атлантик» и, соответственно, Винни Сандерс нам представляют интервью про правнучки Никиты Хрущева, да? Хрущева Нина Львовна, вот, американский русский профессор, она американский профессор. Она уехала в Штаты там в каком-то лохматом 90-м году, после чего там работает там профессором, советологом, вот, профессор новой школы в Нью-Йорке, выражает, соответственно, возмущение и поведение Владимира Путина на Украине и так далее и тому подобное. Да, и, естественно, девушка является крупной специалисткой по России. В журнале «Атлантик» статья на английском языке, вот. А Винни нам тут сделал небольшой перевод. Ну, тут девушка блещет широтой знаний, знаний о кубинском кризисе там и так далее. Она рассказывает, как обычно, о том, что думает Владимир Путин, например, да? У нее там есть в ее Нью-Йорке милофона. Например, она говорит, что Путин ненавидит Хрущева за то, что Хрущев ограничил возможности КГБ. В частности, запретил КГБ расследовать деятельность высших партийных чиновников. Ну, собственно, тут дело в том, что Путин, он же не просто ГБшник, он лидер капиталистической России. Я думаю, что никакой нелюбви в этом смысле Крущева у Путина нет, потому что Хрущев заложил основы этой капиталистической России вот этими своими Косыгинскими реформами и так далее и тому подобное. Дальше Нина Хрущева жалуется на то, что имя Хрущева вымарывают из истории. Ну, с одной стороны, можно сказать, а за что его, собственно, особо сильно помнить-то? Вот. Он уступал и предыдущему правителю Сталину, да и последующему Брежневу, которого с теплотой вспоминают хотя бы за стабильность, которой не было при Хрущеве, да? Ну, хотя я не скажу, что Хрущеву у нас забыли. Кстати, по поводу демократизма Никиты Сергеевича, о котором она тут тоже много рассказывает, ну, дойдете в группу, почитайте, просто текст длинный. Вот. Я сразу вспоминаю вот фестиваль молодежи и студентов и Гарсия Маркеса, да, который тут ходил по Москве, как бы свободно общался с Россией, с советскими гражданами, и советские граждане ему как попугаи повторяли одни и те же тезисы, одну и ту же точку зрения, вот, по одним и тем же вопросам, да, то есть когда он их спрашивал, то есть про Сталина, Берию, вот это вот все, да, то есть ему просто буквально начинали цитировать секретный доклад Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м съезде, вот это к слову о демократизме Хрущева, да, а вот, ну, а так я хочу успокоить Нину Львовну, Хрущеву у нас помнят, вот, другое дело, что его, может быть, не очень любят, его не любят за то, что он нагадил на нашу страну, да, за то, что он поссорил нас практически, ну, со многими левыми движениями во всем мире, да, развалил вот этот вот левый блок стран, да, которые собирались строить социализм, его помнят за Косыгинские реформы, его помнят за амнистию бандеровцам и коллаборационистам, которую он провел, его помнят за отепель, когда он выпустил, значит, на волю, да, таких упырей, как Александр Исаевич Солженицын, кстати, про Александра Исаевича только что вышел новый ролик у Тубуса, всем рекомендую, Хрущева нас помнят, может быть, не очень любят, да, значит, и тут, вот, мне еще понравился момент, да, она пишет о том, какой страх испытывал Хрущев, да, то есть, перед Берией, вот, все в свете Сталина после его смерти боялись, что Берий убьет их, он создал целую паутину слежки за всеми, он знал их наиболее личные секреты, вот, Хрущев и Георгий Маленков жили в одном доме в Москве, Берия знал обо всех их перемещениях, павара, уборщики, охранники, все были на его зарплате, это ужасно, с одной стороны, конечно, это ужасно, а с другой стороны, мне хочется спросить, а в какой стране не так? Хрущев это не алкоголик Васи из Пивной, Хрущев это глава государства, по-моему, в любой серьезной стране мира есть такая вещь, как секретная служба, например, в США есть, вот, которая охраняет глав государства Хрущевых, Маленковых, президентов США, там, я не знаю, президентов каких-нибудь, там, премьер-министров Франции, вот, или Англии, да кого угодно, и эта секретная служба, она знает все, она всегда контролирует каждый шаг лидера государства, и она подчинена, соответственно, своему начальству, не лично президенту, да, а своему начальству, вот, сейчас она это контролирует с помощью, там, камер каких-нибудь, микрофонов, еще чего-нибудь, вот, а тогда, ну, вот, пожалуйста, повара, уборщики, охранники, да, это все сотрудники секретной службы, которые отвечают за безопасность лидеров государства, это так всегда, что в этом ужасного, я не понимаю, это работа такая, я, я не знаю насчет того, как на это реагировал Хрущевых, потому что я словам этой девушки, естественно, не верю о том, что думал Хрущевых, и как, как он, к чему относился, но эта-то дура, профессор из Нью-Йорка, она не понимает, что у нее, там, вот, рядом, рядышком, в Вашингтоне, вокруг Колумбия происходит все ровно так же, видимо, нет, дальше, отличный момент, после ареста Берии, летом 53-го года, Хрущевых принес домой несколько папок Берии, и предложил бабушке посмотреть их, чтобы она осознала ужас того режима, бабушка говорила мне, что ей удалось прочитать лишь три страницы, она сдалась, читать это было ужасно, траляля, все дела, ну, бабушка это жена Хрущева, да, соответственно, которая Кухарчук, вот это вот, соответственно, последняя, видимо, да, вот, тут, понимаете, есть такой момент, что Нина Кухарчук, она, насколько я знаю, была достаточно приятной, образованной женщиной, да, вот, несмотря на свою, может быть, не очень такую эффектную внешность, там, в смысле образования, да, и воспитания какого-то, она могла дать фору некоторым американским первым леди, но тут же вопрос в другом, дело в том, что Нина Кухарчук, она в этот момент была домохозяйкой, то есть она не занимала никаких постов в правительстве, да, там, как, например, там, Крупская в свое время, там, или еще что-то, а вот, она была просто домохозяйкой, и вот приходит, значит, Хрущев домой с папками Берии, папки Берии, это, видимо, папки из какого-то архива КГБ, там, МГБ, МКВД и так далее и тому подобное, вот, секретные, причем, папки, да, то есть он кладет их на стол и говорит, а, Нина, посмотри, вот, на секретные документы из нашего НКВД, ну, или КГБ, там, вот, и так далее и тому подобное, на, почитай, ну, охренеть теперь, представляете бы, Сталин году, там, в 30-м, да, то есть пришел бы, так, домой в свой кремлевский кабинет, там, и этой самой Надежде Алеву, так, на, Надь, почитай, тут у меня тут папочки из ОГПУ, вот, мне тут принесли, почитай, про врагов народа, там, про все это, по-моему, это называется разглашение секретной информации, вот, то есть это статья, вот, Хрущева после этого надо было судить, вот, но Хрущев, вот, судя по всему, если это правда, конечно, вот эта вот байка, если это правда, то Хрущев, видимо, уже считал, что его законы не касаются, да, вот, и что, вот, можно вот так вот, да, себя вести, вот, ну, собственно, в этом весь Никита Сергеевич, это, по-моему, у нас очень любили называть волюнтаризмом, да, ну, тут радостная новость, да, что спектакли по Зулихе запретили в Башкирском театре, потому что авторка или авторица, вот, Гюзель, наша любимая, Яхина, высказывается против СВО, вот, ну, что ж, это новость приятная во всех отношениях, вот, тут даже пожалеешь, что СВО не началась на пару лет раньше, может быть, и сериал бы запретили тогда, а, вот, то есть как-то вот интересно получилось, что все вот эти люди, Гюзель, которая у нас там диктовала, по-моему, этот всероссийский диктант там, или как он там называется, да, вот, который экранизировали на государственные деньги, показывали прайм-тайм по главным государственным каналам, да, то есть там это еще, кто там в главной роли-то это, господи, Чупан, Хаматова, вот эти вот все люди оказались вдруг противниками российских властей, да, которые их только что так прекрасно кормили, вот, ну, это суть творческого интеллекта, дальше у нас тема сложная, тема, которая касается, соответственно, Николая Патрушева, вот, серьезного очень гражданина, да, я тут боюсь как бы случайно на какую-нибудь статью не наговорить, вот, он все-таки секретарь Совбеза и бывший, по-моему, глава ФСБ, я не знаю, может, нынешний тоже, я как-то вот не слежу, вот, поэтому я не буду обсуждать то, что Патрушев говорил про современные политические реалии, я больше по-историческим, вот, значит, Патрушев нам говорит, власти США должны быть благодарны России за ту политическую военную поддержку, которую Российская империя оказала США во второй половине 19 века, военную помощь в ходе гражданской войны, поддержку президента Аврааму Линкольну, недопущению планов англичан и французов по разрушению американского государства, говорит нам Николай Патрушев, значит, гражданская война в США, это война с севера с югом, если кто-то не помнит, вот, ну, во-первых, если исходить из этой логики, то получается, что, значит, Англия не развалила Америку, вот, и той Америкой, какой она существует сегодня, мы обязаны Александру Второму, да, его, тому, что он поддержал США, ну, тогда они по-другому назывались, да, вот, а, собственно, тому, что он США поддержал, да, и мы теперь имеем то, что мы имеем, да, ну, чисто логически, да, то есть, и спасибо за это надо говорить Александру Второму, ну, спасибо тебе, Александру Второй, ты красавчик, вот, вот, но, на самом деле, если взрываться в эту тему немножко глубже, да, вот, то, по большому счету, война с севера с югом, она велась из-за чего? Из-за того, кто будет торговать хлопком, вот, то есть, южане хотели торговать хлопком сами, вот, а северяне настаивали, чтобы они торговали хлопком через север, ну, то есть, с торговыми наценками, да, вот, ну, а все остальное, там, свобода, негры, там, вот это вот все, освобождение рабов, там, вот это все, это все такие, это настройка, это сопутствующие явления, вот, и, по большому счету, результатом гражданской войны в США с севера и юга стало то, что промышленный север получил себе огромную ресурсную базу юга, да, на которой смог дальше развивать свою агрессивную промышленность. Вот в этом был смысл гражданской войны в США, и, скажем, если бы в гражданской войне победил бы юг, а не север, то США, может быть, сейчас были бы не таким промышленно развитым государством, да, то есть, это была бы такая страна типа Бразилии, вот, то есть, больше склонная к сельскому хозяйству и так далее и тому подобное, ну, если так, поиграться в альтернативную историю, да, вот, не такая агрессивная на внешних контурах, там, не такая промышленно мощная, вот, и так далее и тому подобное, поэтому для нашей сегодняшней Российской Федерации, может быть, победа юга была бы, собственно, более выгодна, но это из области фантазий, вот, а что касается поддержки нашей, нами, значит, этих самых Соединенных Штатов Америки, не было никакой поддержки, нами, никаких Соединенных Штатов Америки, речь тут идет, естественно, об, соответственно, экспедициях наших флотов, а я одного в Нью-Йорк, второго в Сан-Франциско, вот, которые туда приплыли, и считается, очень часто говорят, что это, это, вот, дало Англии знак, вот, что руки прочь от США, что Россия поддержит, там, и так далее и тому подобное, Англия насторожилась, и, соответственно, вот, планы ее не были осуществлены, вот, на самом деле Англия, естественно, поддерживала юг, потому что Англия прямо у юга покупала хлопок, да, то есть это ей выходило дешевле, а если сделать прокладку в виде Соединенных Штатов, северян, да, соответственно, это будет дороже, вот и все, вот только поэтому Англия и Франция, соответственно, поддерживали юг, вот, и наши экспедиции туда не имели абсолютно никакого отношения никакой поддержки Соединенных Штатов, вот тут вот есть статья замечательная, очень интересная, советского и российского историка, Буховитинова Николая Николаевича, ученика-академика Торле, американиста, вот, который в подробностях расписывает эти визиты, и с чем они были связаны, а связаны они были в первую очередь с тем, что у нас в это время шло подавление известного польского восстания, вот, и из-за этого у нас были проблемы с Англией и Францией, и было опасение, что начнется война, вот, с Англией и Францией, ну, вроде Крымской войны, и поэтому наш флот выводился из внутренних рейдов, да, то есть из наших портов, чтобы иметь свободу рук на море, и чтобы нападать на коммуникации, да, ну, как это немцы потом делали, например, в Первой мировой войне, там, и так далее, и тому подобное, чтобы нападать на коммуникации противника, вот такая вот огромная статья, очень интересная и познавательная, вот, с таким вот, соответственно, аппаратом справочным, да, вот, ссылочным, вот, и нашему флоту надо было где-то базироваться, вот, естественно, где ему базироваться, а у врагов в Англии и Франции, соответственно, в Северных Штатах, в Сан-Франциско, вот, и, соответственно, в Нью-Йорке, вот и все, никакой поддержки северян в гражданской войне там не было даже близко, вот, тем более, что напугать Англию нашим флотом мы, извините, не могли, Англия тогда была великой морской державой, вот, а мы не очень, вот, и, кстати, когда мы оттуда ушли, вот, Нью-Йоркская газета Нью-Йорк Геральт написала, что и что они сюда приходили, мы думали, они тут нас будут от Англии защищать, а они тут чисто постояли свои дела, решили какие-то, ну, когда там этот кризис рассосался, флот, соответственно, тут же уплыл, вот, из Америки, да, когда стало понятно, что из-за Польши с нами никто воевать не будет, а только Жюль Верн потом напишет своего капитана Немо, да, вот, первым прототипом, который был как раз польский шляхтич, да, вот, ну вот, и, соответственно, Нью-Йорк Геральт написал, что, ну, и стоило им сюда приплывать, вообще, флот-то один смех, мы этот флот могли одним броненосцем снести, написал Нью-Йорк Геральт, вот так вот относились в Америке, значит, к тому, что мы их спасли от англичан, вот, в общем, ну, все-таки, как мне не боязно это говорить, вот, относительно секретаря Совета Безопасности, но господин Патрушев вот здесь кругом неправ, вот, и зачем говорить такие вещи, которые на научном уровне уже разобраны, и вас, извините, могут ткнуть физиономией в вашу дремучесть, вдруг, не я, а ребята, которым вы это говорите, власти США, например, вот, вы зачем это делаете, вот, ну, это просто замечательная картинка под очередным твитом Сергея Миронова, вот, специальная военная операция давно закончилась, идет война, да, правда, вот, а у нас это почему-то официально все еще называется СВО, представляете, нет никакой войны, нет военного положения, да, там нет каких-то военных мер, вот, например, национализации промышленности, там, какой-то, я тут слышал, у каких-то олигархов хотят что-то отнять, да, вот, но у тех олигархов, которые СВО не поддерживают, а те, которые поддерживают, могут делать вообще все, что угодно, судя по всему, да, большая часть наших территорий, оккупированных врагом, ну, да, это вот замечательный был момент, там, заскочить на территорию, объявить ее своей, после чего оттуда уйти, оставив там всех жителей, да, этому самому врагу, да, сказать, что мы спрямляем фронт, вот, а это наши территории, которые оккупированы врагом, спасибо вам большое от жителей этих территорий, вот, ну, мне тут больше всего, конечно, понравилась картинка, это, кстати, классическая теперь такая, как это называется-то, господи, классическая композиция для интервью наших партийных лидеров, вот, если вы посмотрите выступление Геннадия Андреевича Зюганова, там, кстати, будет то же самое, вот, обязательно есть блондинка, ну, или, может, не блондинка, но со скучающим видом, такая вот красивая женщина, которая украшает собой, соответственно, весь пейзаж, да, ну, и Делягин тут замечательный, тут предположили, что у него воспаление надкосницы челюсти, вот, ну, по-моему, его просто корежит от того, что говорит Сергей Миронов, ну, потому что нормальным человеку-то, хотя Делягин, не настолько, наверное, нормальный человек, чтобы его корежило от Миронова, но единого, он единственный, у которого хоть какая-то мысль в глазах есть, вот, из сопровождающих, да, вот это и это, это такое что-то деревянное, совсем бессмысленно, вот, очень люблю я такие, такие сценки, вот, значит, дальше у нас православное сопротивление Великой Малой Белой Руси, значит, критикуют администрацию нашего президента, что, значит, мы не создали ставку Верховного Главнокомандования, вот, которая бы брала на себя ответственность, осуществляла бы связь между властью, там, и так далее, и тому подобное, вот, вот, но мне, собственно, понравилось в данном случае не это, мне понравилась картиночка, да, то есть у православного сопротивления Великой Малой Белой Руси, это, это резко антисоветский портал, там, очень любят репостить всякое русское имперское движение, там, сыны монархи, вот этих вот всех ребят, вот, у них уже, значит, в повесточке, в картиночках, по крайней мере, появился товарищ Сталин, да, с товарищем Молотовым, Климом Борошиловым, вот тут Рокоссовский сидит, там, Василевский, да, вот, я думаю, скоро Ленин с Берии тоже появится, ну, потому что Берия, это же один из создателей нашего атомного проекта, да, то есть, ну, и Ленина, собственно, можно будет как-нибудь так обыграть, да, вот, постепенно, постепенно, правильная символика начинает проникать на православные каналы, ну, вот этот материал я, собственно, исключительно ради хорошего настроения репостнул, ну, задирает актуальная вот эта вот резкая повесточка, да, хочется чего-то нейтрального, веселого, трансгендерная москвичка превратила свою квартиру в химическую лабораторию, значит, 54-летняя трансженщина на матроса железняка, бульвар в Коптево, боже мой, я москвич, я, честно говоря, вот там никогда не был, вообще, в Коптево никогда не был, как-то я избегал этого места, но если там 54-летний трансгендер водится, у которых химлаборатории в доме, ну, у нее химлаборатория, потому что, судя по всему, она сама себе там изготавливает, или он, оно, изготавливает себе лекарства для гормонотерапии, да, то есть, лично, вот, никаких наркотиков там не нашли, но там нашли некий транссивер, вот, с помощью которого могли вестись прослушки и записи переговоров на радиоканалах экстренных спецслужб, из-за чего трансгендер трэшу-химичку обвинили, ну, по крайней мере, проверяют на предмет шпионажа, ну, в пользу, соответственно, Украины, да, вот, ну, вообще, очень хороший какой-то мест, надо будет на него подписаться, московский монитор, наш следующий здесь заголовок, на трэш-блогершу с ножом, искавшую в кафе кудрявого мальчика, свели уголовное тело, и прекрасные люди, вот, дальше, вот это вот внезапная, такая внезапная тема, значит, книга Илья Илья Радьковского, хроника белого террора в России, да, и, соответственно, подпись от пользователя твиттера Фролмана, я не знаю, как это читается, отличная книга о том, как надо истреблять красную нечисть, я думаю, Илья Сергеевич Радьковский не подозревал, что его труды можно использовать в таком смысле, да, ну, там же замечательно, мы читали с вами отрывочки, да, там, как надо вешать крестьян, там, как надо деревни жечь, там, и так далее, и тому подобное, вот тут, кстати, Максим Исаев сразу же цитирует романа Гуля, известного редактора нью-йоркских журналов, автора филитонов про Солженицына, да, вот, зачем они сопротивляли жителей этой деревни, где даже бабы в нас стреляли, да, вот, это вот, отличная книга о том, как надо истреблять собственный народ, ну, если вот так вот подходить с этой точки зрения, я, конечно, не имею в виду, что Илья Радьковский подходил к этому с этой точки зрения, вот, но вот в данном случае, да, вот, собственно, я не знаю, тогда и книги, например, о Великой Отечественной войне можно использовать, как инструкцию, как надо истреблять, там, я не знаю, русский народ, немецкий народ, ну, например, какую-нибудь монографию о взятии Берлина, да, взять и подписать, а, отличная книга о том, как надо истреблять немецкий народ, там, или что-нибудь в этом роде, да, немецкую нечисть, да, вот, статья в литературной газете то ли забыли, то ли не знали, фоточку Дугина я вставил сам, соответственно, для кликбейта, вот, статья о том, как, соответственно, анонимный опрос проводился в наших школах, да, и выяснилось, что наши школьники не постепенно превращаются в смысле гуманитарных наук в дегенератов, вот, дети в опросе приняли участие 194 человек, участие 5-11 классов, путались в датах, причисляли к великим полководцам 20 века Кутузова, Вещева Олега и Александра Невского, главной книгоописывающей Великую Отечественную войну, назвали войну и мир Льва Толстого, и вот тут вот учитель географии, значит, школы номер 1811, Москва, Андрей Тимофеев задается вопросом, а как же так могло быть, он тут провел стихийный опрос среди родителей на каком-то родительском собрании, они-то что помнят, ну, родители, конечно, выступили лучше, чем дети, хотя тоже там попадались смешарики, вот, но с другой стороны, понимаете, дело в том, что вот родители, это там 40 лет плюс мои ровесники, в принципе, вот, они учились все еще в СССР, но с другой стороны, им же после развала Союза, эти знания, они вообще не нужны, вот, собственно, главная проблема в жизни, это как денег заработать, а когда дело касается Великой Отечественной войны, да, ее истории, вон вам поклонская с Николаем Вторым на бессмертном полку, вот, и все, что вам надо знать об этой войне, да, вот, ну, что там еще президент скажет, да, и так далее, и тому подобное, вот, им просто эти знания не нужны, их регулярно вымывают из головы уже даже и родители с помощью всяких каналов Царьград, Спас, да и прочих каналов, да, и в конце, значит, учитель географии из школы задается риторическими вопросами, куда делся плац традиционной русской детской культуры, где современные детские поэты-писатели, где детское кино, которое учит доброте, любви и дружбе, детские спектакли, если будем думать исключительно о рентабельности, нормальное поколение не вырастим, нет, не вырастим, это еще ладно, это у нас сейчас в школах остались учителя еще старые закалки, а вот сейчас придут с наших педагогических факультетов-то, молодые люди уже начинают приходить, которые знают вот примерно то же самое про Отечественную войну, они, правда, умеют принимать ЕГЭ и готовить к ЕГЭ, но знают они, ну, не намного больше этих самых детей, вот они сейчас придут, и тогда-то мы похохочем, где, наконец, наши доярки, хлеборобы, токари-инженеры, одним словом, простые работяги, благодаря которым страна развивается, укрепляется и хрошеет, учитель географии что-то путает, насколько я понимаю, страна развивается, укрепляется и хрошеет, благодаря передовикам капиталистического производства, всяким Потаниным, Миллером, Сечиным, я не знаю, Моргенштерном, Шаманом, ну и прочим замечательным людям, причем здесь доярки и хлеборобы, быдло какое-то, где чиновники и полицейские, которые не берут взяток и работают во благо Родины, ну как где, как бы вам сказать, без мата-то, а? Почему отечественные СМИ с удовольствием делают репортажи о какой-нибудь проститутке и очень редко снисходят до честно и качественно выполняющих свою работу слесарей, к примеру, или парикмахеров? Ну, у слесаря, качественно выполняющего свою работу, таких сисек нет, как у проститутки. На него кто будет смотреть? Кому это интересно? Гражданин, учитель, работники СМИ должны стать примером постановки правильной речи, грамотного использования терминологии. Мне, как географу, очень неприятно слышать, что в таком-то регионе плохая экология. Экология не может быть ни плохой, ни хорошей, это наука. Такая же, как математика, физика, химия. Плохой может быть экологическая обстановка, улучшает экологическую ситуацию и так далее. Вот это, кстати, спасибо. Я как-то вот не задумывался об этом и уверен, что употреблял именно вот в таком виде плохая экология. Вот теперь буду помнить. Надо возвращать почти забытые ныне понятия честь, совесть, стыд, там траля-ля. Государство финансирует многие театральные постановки, концерты, кинофильмы. Значит, вправе требует той идеологии, которая необходима. Я удивлю гражданина-учителя, я его называю гражданином в хорошем смысле этого слова, это действительно гражданин. Человек с гражданской позицией, государство требует за свои деньги именно ту идеологию, которую она хочет. Если эта идеология вам кажется странной, ну это же такое государство, понимаете? Вот, государство и Родина, это немножко две разные вещи. Вот данному государству необходима именно такая идеология. Вот. Звездами в стране должны быть герои труда. Вот. И, конечно, участники Великой Отечественной. Например, Николай II у нас герой. Он участник Великой Отечественной, он командир небесного воинства. Вот. Иначе через поколение 2 мы можем забыть и вовсе о войне как таковой, и до своей истории. Ну, я не знаю, судя по тому, что у нас иногда происходит в информационном пространстве. Я думаю, через поколение 2 можно будет отменить географию как предмет. Ну, потому что земля же она плоская и стоит на трех китах. У нас тут Егор Холмогоров призывал прислушиваться к нашим предкам, которые называли Москву Третьим Римом. То есть, где-то к 17 веку. Вот. То есть, вот к этому уровню образования, да. Поэтому зачем нам нужны будут учителя географии? Тем более, что у нас есть GPS там какой-то, да. То есть, Атлас, да. То есть, в айфоне учителя географии не нужны. Есть такси, как говорится, да. А вот. Ну, и мы будем и дальше прислушиваться к нашим предкам. Вот. Земля плоская. Звезды приколоченные к небесному своду, к деревянному гвоздями. Вот. Всем правит Бог. Москва, Третий Рим и так далее и тому подобное. Вот. Андрей, мне очень жаль, да. Но эти ваши вопросы, они звучат в пустоту. Особенно очень радует это на страницах литературной газеты. Периодический пиарящий Александр Исаевич Солженицын. Ну, вот. Ну, и последний у нас на сегодня. Хорошая новость. Пропагандистский проект. Историк Григорий Цединков. О том, почему Минкульт мог запретить прокат фильма про голод в Поволжье. Речь идет о, соответственно, проекте нашей либеральной вот этой тусовочке. Да, там Александр Архангельский, профессор, ВШ, режиссер, там, выпускница МГИМО, Сорокина, значит, ой, он Архангельский сценарист, значит. А, вот он, да, красавчик. А вот, выпускница МГИМО, Сорокина, видимо, ученица профессора Зубова, режиссерка. По смыслу этого фильма. Ну, там было все ясно сразу. Вот. И Григорий это, собственно, и комментирует, да. Вот. Если вы прочтете анонс фильма Архангельского, который был выпущен еще до съемок, то можно решить, что авторы выполняют определенный заказ на дискредитацию нашей истории. Ну, там самая такая поганая картина голода в Поволжье, с преувеличением роли Ары и так далее и тому подобное. Я вам рекомендую всем каналам, все каналы Григория Целинькова во всех его соцсетях. Вот. Он там прекрасно раскладывает, какой там был голод, кто был виноват, кто кому там помогал, кто кого спасал и так далее и тому подобное. Вот. А что касается запретили, потому что это пропагандистский проект, я не думаю, что это так. По крайней мере, это, наверное, не главная причина Григория. Дело в том, что уж нашей власти мазнуть говном СССР, это просто всегда пожалуйста, да. Вот. Запретили его, наверное, все-таки по-другому. Это фильм, что он же на краудфайдинге снимался, а краудфайдинг проводила некая Екатерина Шульман, да. Если я не путаю фамилию, вот это наша замечательная экономичка, которая сейчас уехала в Германию, да. Вот. И там за день собрали 3 миллиона. Сразу же просто кто-то кинул, соответственно, очень большую сумму и, видимо, кто-то из-за рубежа. Вот. И так как Екатерина Шульман, да и многие, кто жертвовал открыто на этот фильм. А вот это, соответственно, иностранные агенты. Я думаю, что все-таки, да. И Григорий, кстати, здесь это проговаривает, да, этот момент. Я думаю, что эта вот догадка, она ближе к истине. Дело в том, что это просто при поддержке иностранных агентов. Все снималось и выпускать сейчас фильм, снятый на деньги людей, которые сидят там за границей и поливают нас говном, ну, это просто неумно с точки зрения пропаганды. Кстати, если вы помните, Самара, фильм Григорий Цединков при информационной поддержке Дим Юрьевича Пучкова, вот, и еще многих людей делают свой проект Голд в Поволжье, который сейчас из СВО затормозился, как мне тут написала Галина Щерба, да, вот. Но потихонечку, полигонечку они его там ковыряют, и я надеюсь, что доковыряют окончательно. Ну, по крайней мере, есть надежда, что их-то точно сейчас никто не запретит, ну, потому что эти люди находятся вполне себе в патриотическом дискурсе. Это не упрек. Ребята, делайте, если вы можете делать хорошее дело, вот, делайте. Вот, не будем на эту тему спорить сейчас. Вот такой вот у нас сегодня выпуск «Будний упоротых». Немножко затянулся, но меня давно не было. Слава богу, я не закашлялся по ходу пьесы, уже хорошо. Здоровья мне любимого, вам хорошего настроения. Всем добра, услышимся.